Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема посвящена здоровью почек. У нас в гостях в студии главный внештатный специалист-нефролог Министерства охранения Ульяновской области Кузнецова Татьяна Сергеевна. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Добрый день, Павел Сергеевич. Татьяна Сергеевна, мы сегодня будем говорить о почечной патологии и все, что с ней связано. И мой первый вопрос будет звучать так. Скажите, пожалуйста, вот почему сейчас действительно в заболевании почек все-таки такая тенденция есть, что немножко увеличилось их количество? И с чем это связано? Это образ жизни? Или наши врачи стали лучше диагностировать? Как считаете, как ваше мнение? Да, Павел Сергеевич, совершенно вы правы. Действительно, заболевание почек сейчас уделяется большее значение. И мы видим пациентов большим количеством, нежели 10 лет назад. Связано это в первую очередь и с образом жизни, как вы правильно заметили, с урбанизацией населения, то есть с продуктами питания, которые есть в достаточном количестве в супермаркетах. И мы не разбираясь, берем эти готовые продукты вместо того, чтобы готовить дома. И, соответственно, с выявляемостью. То есть специалисты стали направлять к нефрологам чуть почаще, но не так, как хотелось бы, конечно. И мы этих пациентов видим в своих поликлиниках, в областной больнице, в стационаре. То есть все-таки диагностика тоже шагнула вперед, да, ваше мнение такое? Выявляемость, да. И правильное направление, вот вы сказали, да? Да. Терапевты, кардиологи и эндокринологи в виде пациентов у себя с злокачественной гипертензией, с сахарным диабетом в первую очередь должны направлять при сдаче анализов на креатинин крови и общий анализ мочи к нефрологам. То есть раз в год этой категории граждан обязательно нужно забирать эти анализы. То есть получается, Татьяна Сергеевна, какая-то своеобразная такая настороженность уже у всех специалистов, которых вы сказали, да, сейчас перечислили. То есть пациент заходит, если они подозревают какую-то почечную патологию, да, или там заболевание мочеводящих путей, то они уже более целенаправленно, да, человек, как бы вектор его идет уже к специалисту-нефрологу, да? Да. Потому что эти пациенты скомпрометированы по развитию почечной недостаточности. И львиную долю из всех заболеваний почек, именно львиную долю из почечной недостаточности, все-таки занимают на первом месте. Это патологии сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, а непосредственно сами заболевания почек, будь то гламиролонефрит, пиелонефрит, поликистозная болезнь, они уже стоят третьей группой. То есть вот именно эти специалисты все-таки должны быть понасторожнее, и в первую очередь еще сами пациенты. То есть должны знать, что с сахарным диабетом, с артериальной гипертензией, все-таки к анализам надо своим быть немножко понасторожнее. Ну вот сегодняшний наш программ как раз тоже на это нацелен, да, чтобы вооружить людей, да, вот этими знаниями дополнительными, чтобы они тоже были к себе более относились предвзято, да, к своему здоровью, и в нужный момент обращались к специалистам. Вот мы для этого с вами сейчас и беседуем. Татьяна Сергеевна, а вот вы уже начали так перечислять эти заболевания основные, да, ну, почек и мочеводящих путей. Какие все-таки вот, если взять по градации, да, какие вот идут на первом месте, на втором, на третьем, вот именно у нас в регионе, и, может быть, по стране в целом и мире, может быть, даже вы знаете, такой формат владеете? Конечно. На первом месте, как я уже повторяюсь, может быть, это патология сердечно-сосудистой системы, это артериальная гипертензия, геопертоническая болезнь. Вторичная, да, вот эти вот. И даже первичная, сама артериальная гипертензия, она ведет в итоге к развитию хронической болезни почек. В последствии уже. Совершенно верно. И эти пациенты оказываются в первых числах на процедурах заместительной почечной терапии. Следующая группа – это сахарный диабет. Сахарный диабет, он поражает не только сосуды сердца, глаз, но и сосуды почек. И мы осложнили… Это диабетическая нефропатия, да? Совершенно верно, да. Диабетическая нефропатия. Диабетическая нефропатия – третья стадия с повышением уровня кретинга, с нарушением клубочковой фильтрации. Эти пациенты оказываются также у нас. То есть мы также у них оцениваем прогноз, прогноз развития почечной недостаточности, терминальной почечной недостаточности и в перспективе уход на заместительную почечную терапию. Татьяна Сергеевна, скажите, а вот возраст в основном, в каком возрасте чаще встречается заболевание почек? Возраст абсолютно и молодой возраст, и средний возраст, и пожилой возраст. То есть в зависимости от того, какое заболевание, то есть гипертоники – это средний возраст. Сахарный диабет, дошедший до терминальной почечной недостаточности – это люди все-таки уже со стажем диабета. А урологическая патология, будь то врожденная, это дети. Дети направляются к нефрологам в детскую областную больницу, а по истечении 17-18-летнего возраста они переходят под наше звено. И пациенты с гидронефротическими трансформациями, с пилонефритами, с аномалиями развития в виде агенезии почек, в виде нефраптоза, оказываются уже у нас. То есть опущение почек тоже идет, как аномалия? Да. Опущение почек, а вторично развивается на фоне опущения пилонефрит. А пилонефрит ведет к воспалению почек. Воспаление почек, это банальным таким простым языком, ведет к развитию почечной недостаточности. И с течением времени пациенты теряют функцию почек в полном объеме, который она у них была. Татьяна Сергеевна, а вот сказали сейчас про пилонефриты, да, вот пилонефриты, ну и другие патологии. Скажите, пожалуйста, что должно человека насторожить, все-таки самого человека, что вот какие-то, может быть, жалобы или симптомы могут появиться у человека, которые его насторожат и именно спровоцируют его обратиться к специалисту? Ну хотя бы даже возьмем вот патологию, как пилонефрит, например, или какие-то другие еще заболевания. Пилонефрит, конечно, это боли в поясничной области. Но чаще все-таки пилонефрит бывает или правосторонний, или левосторонний. Хотя бывает и двосторонний, то есть боли повышенные. Более не связаны с движениями, наверное, да? Совершенно верно, да. Да, дифференцировать, то есть боли, связанные с движением. И повышение температуры тела. То есть температура до 40 градусов может подниматься. То есть отцов фибрильный даже такой, геттический уже. Да, со знобами. Изменения могут быть в анализах мочи. Изменения эти, в первую очередь, касаются появления лейкоцитов в большом количестве. И белок появляется. Пилонефриту может предшествовать цистит. То есть цистит ни один пациент ни с чем не спутает. То есть это резкие боли при мочеиспускании, это мочеиспускание по каплям, частые позывы. И нелеченные циститы, то есть заброшенные циститы, в итоге могут привести восходящим путем к развитию пилонефритов. Пилонефриты также могут появляться у беременных женщин. То есть когда идет с давлением непосредственно маткой одного из мочеточников, как правило, это правый мочеточник. И развиваются вот такие пилонефриты беременных. Обязательно при появлении таких признаков надо обратиться к специалисту. С высокой температурой нужно вызвать скорую помощь. Скорую помощь уже, посмотрев, осмотрев пациента, определиться, вести на урологов пациента или оставить дома под наблюдением и вызвать терапевта на дом. Татьяна Сергеевна, ну вы заведующий нефрологическим отделением Ульяновской областной клинической больницы, да? И к вам пациенты поступают уже с диагностическим обследованием, с направлением и все такое прочее. Это в идеале. Это в идеале, да. Вот я хочу именно об этом поговорить немножко, потому что нас смотрят и медицинские работники, и специалисты первичного звена. Я знаю, что у нас аудитория очень большая. Скажи, пожалуйста, вот все-таки какой должен быть диагностический минимум для того, чтобы действительно сказать, что да, у человека полностью он обследован. И действительно, его, когда при направлении, да, вот это все соответствует, ну, правилам, да, и стандартам. Вот. И, может быть, и еще диагностический минимум тот, который позволяет поставить диагноз уже даже на уровне первичного звена, хотя бы предварительный. Вот об этом давайте поговорим. Хорошо. Обязательно у пациентов мы забираем общий анализ мочи. Причем самое интересное, что мы должны забирать среднюю порцию. Может быть, это вот кажется слишком банально, но именно средняя порция должна быть. Давайте скажем, что это такое средняя порция. Средняя порция. Первая порция, то есть пациент, унитаз идет. Вторая, максимальная порция идет именно вот в контейнер. И третья порция, то есть вот идет опять унитаз. Именно эту мочу мы должны обследовать, посмотреть. Должен быть обязательно общий анализ крови и биохимический. В биохимическом нас интересует креатинин, мочевина, мочевая кислота при наличии обменных нарушений, может быть суставной синдром, может быть подагрические изменения. Потом, если возникает отечный синдром, то обязательно белок. При возможности лаборатории взять еще альбумин. Холестерин. При развитии нефротического синдрома мы смотрим на холестерин. Сахар крови. То есть может быть просто нарушение липидного даже профиля, да, вот эти отеки и все прочее, да? При формировании нефротического синдрома снижается общий белок альбумин в крови, появляется белок в моче в большом количестве и вырастает холестерин. То есть это вот... Нарушение обмена идет. Да. И сахар крови. Это биохимический спектр. Обязательно при наличии возможности, ну городские поликлиники, все обладают этой возможностью. Узи почек должно быть. При наличии в анамнезе пилонефритов посев мочи, мы просим на бактериурию с учетом ее чувствительности мочи, на флору. Ну вот это минимум, с которым все-таки пациентов следует направить к нефрологу. Татьяна Сергеевна, вот мы сейчас много говорим о том, что, ну, касаемся темы вакцинации от коронавирусной инфекции. Мы уже год как живем с этой коронавирусной инфекцией, значит, ну, в принципе, мы справляемся с ней. И, как говорится, уже голову этому ковиду почти скрутили, да? Вот, но тем не менее, мы пока в этих реалиях живем с вами, да? Вот скажите, пожалуйста, вот люди с почной патологией, они же относятся тоже к группе риска, и потенциально они все-таки должны вакцинироваться, да, от коронавирусной инфекции. Как вы считаете? Я считаю, что, да, совершенно верно замечено, что пациенты наши нефрологически находятся в группе риска, потому что коронавирус, он осложняет в течение наших заболеваний те же тромбозы, что и в легких, эти тромбозы... Конечно, да. Крустнабжение нарушается, отсюда, конечно, все идут воспалительные процессы. И почечная, прогрессирует почечная недостаточность. То есть, если пациент был с хронической болезнью почек, 4-й, 3-й стадии, при возникновении, при появлении вот этой коронавирусной инфекции, которая осложняет течение нашего заболевания, пациенты могут уйти на 5-ю стадию почечной недостаточности, оказаться на диализе. Очень серьезно, то есть, это вообще очень серьезно, поэтому... То есть, получается, с любой патологией почечной, как и с любым хроническим заболеванием, вне обострения обязательно нужно вакцинироваться, получается. Получается так. Да, потому что исход от коронавирусной инфекции много хуже, тяжелее, нежели чем пациент привьется. Наши пациенты начали прививаться, многие уже сделали по второй дозе вакцины, переносят хорошо. Были случаи повышения температуры до 39 градусов в течение 3 дней, но постепенно, постепенно эта ситуация отходила, и пациенты чувствовали себя неплохо. Татьяна Сергеевна, а вот очень частая такая интересующая всех тема – это мочекаменная болезнь. Вот камни в почках, песок, камни, от чего это возникает, как они появляются, как их лучше всего диагностировать, вот ваше мнение. Да, камни в почках, злободневные. Сейчас частая находка. Да, конечно, обменные процессы на первом месте. И питание. То есть мы употребляем пищу, богатую консервантами, богатую пуринами. Абсолютно не следим за тем, что входит в состав, и потом расплачиваемся. И еще. Современное население, наверное, очень много проводит времени за компьютером. Очень мало времени находят на обеды, на полноценный прием пищи. И забывают об употреблении банальной воды. То есть утром покушали и до самого вечера. Вот так часто бывает. А жидкость должна поступать в организм. И с витамином С, и с лимоном. То есть эти продукты могут помочь в расщеплении камней. И если знать, что у пациента нарушен обмен веществ, в первую очередь повышен уровень мочевой кислоты, надо четко знать, что по этому списку продуктов я никогда не куплю, например. Или ограничу строго, если очень захочется. И отдавать предпочтение совершенно другим продуктам. Но здесь, наверное, тоже надо сказать нашим зрителям, что ни в коем случае не заниматься каким-то самолечением. Если у вас поставили диагноз мочекаменная болезнь, не пытаться кого-то слушать, какие-то советы. Пытаться как-то избавиться от камней какими-то средствами. Этого не нужно делать, потому что это чревато, да, Татьяна Сергеевна, скажи? Совершенно верно. И осложнение мочекаменной болезни – это пострональная почечная недостаточность, когда камни начинают застревать, ну, банальным языком, в мочеточниках нарушается пассаж мочи. Эти пациенты оказываются в урологическом отделении с гидронефротической трансформацией в очень сложных ситуациях. Поэтому самолечением однозначно заниматься ни в коем разе не стоит. При наличии мочекаменной болезни, при наличии камней небольшого диаметра, пациентов отправляем к урологам, отправляем в кабинет дистанционной литотрепсии. И уже на базе кабинета дистанционной литотрепсии происходит дробление камней. То есть пациенты вот за эти... Под контролем обязательно? Обязательно. Под контролем специалиста, анализов. То есть пациенты потом не теряются, они ходят на прием непосредственно к урологам. Ну, то есть получается прогноз потом благоприятный, да, и вполне положительный такой прогноз и динамика. Да, совершенно верно. То есть все должно быть разумно, под контролем. Татьяна Сергеевна, ну вы сейчас заикнулись уже об осложнении, да, тоже заболевание почки, это почечная недостаточность. Ну, скажи, пожалуйста, вообще почечная недостаточность, она уже... Это неизлечимый такой, да, процесс? Или как-то можно все-таки останавливать это явление такое? Ну, мы, нефрологи, различаем два вида почечной недостаточности. Это острая почечная недостаточность, которая в половине случаев возвращается к исходному, в части случаев она перетекает в хроническую, осложняется. И сама непосредственно хроническая болезнь почек, хроническая почечная недостаточность, которая является следствием всех заболеваний, про которые мы говорим. И когда пациент уже все диагностировали, мы ему хроническую почечную недостаточность, наша задача эту стадию растянуть намного дольше, 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 чтобы пациент как можно позже оказался на заместительной почечной терапии. Что это значит? Мы должны, во-первых, нефропротективную терапию проводить, антигипертензивную терапию, сахароснижающую, липидоснижающую. То есть такой комплекс, уже комбинированное лечение. Да. С участием, возможно, сорбентов, кетоаналогов. То есть заниматься должен непосредственно нефролог, начиная с 4-й, 5-й стадии почечной недостаточности. И 3-я стадия почечной недостаточности должна также быть осмотрена специалистами-нефрологами, чтобы пациент получил рекомендации по дальнейшему наблюдению, по дальнейшему образу жизни. И очень хотелось бы отметить, что почки – это тот орган, который не любит соль. То есть соль мы советуем ограничивать. То есть так же, как при гипертонии, да? Совершенно верно, да. Татьяна Сергеевна, а вот вы уже заикнулись о том, что чем надо заканчивать почечную недостаточность, к сожалению, это гемодиализ. Вот диализные пациенты, это же приходится уже, даже образ жизни немножко меняется у таких пациентов. То есть 3 раза в неделю, насколько я знаю, они обязаны для поддержки посещать диализные центры. Вот немножко об этой теме расскажите. Что у нас вообще в регионе делается, и как вообще эта ситуация у нас? На сегодняшний день существует 3 вида заместительной почечной терапии. Это непосредственно гемодиализ, перитениальный диализ и пересадка почки. В нашем регионе есть все виды заместительной почечной терапии. Все гемодиализ широко представлены. Дефицита мест для пациентов нет. То есть всем, кому показан гемодиализ, все пациенты обеспечены диализными местами. Перитениальный диализ. Один из лучших диализов в России – это в Ульяновской области. Диализ этот проводится в чем плюс? Дома, то есть пациентам. Через установленные катетеры в брюшной полости 3-4 раза в день. Но пациент дома. Пациент сам осуществляет процедуры. Конечно, он наблюдается в центре диализном. Раз в месяц приезжает на осмотр, на коррекцию. Если нужно что-то поменять, диализные доктора обязательно меняют. Вносят какие-то коррективы, изменения, анализы пациента сдают. Гемодиализ, конечно, 3 раза в неделю по 4 часа – это тот минимум и стандарт, который пациент должен выдержать. Меняется образ жизни. То есть пациент должен в свою смену быть в диализном центре, провести процедуру эту диализа и приехать домой. На сегодняшний день у нас центры в Ульяновске, в Димитровграде два центра, в Новоспасском, в Кузоватого, в Индии. В самом Ульяновске только на этом берегу у нас три центра, Заволжский центр, то есть четыре. Практически охвачен весь регион. Весь регион охвачен, да. Трансплантация почки также осуществляется в Ульяновской области достаточно успешно. Пациенты чувствуют себя хорошо. То есть вот все виды, все есть. Единственное еще, что все-таки образ жизни, совершенно верно, вы заметили, меняется. И меняется образ жизни немножко и родственников. Потому что где-то есть тяжелые пациенты, которых надо привезти, довезти. Их нужно проконтролировать. В настоящий момент осуществляется подвоз тоже пациентов до центров, до диализных. То есть по сравнению с 10-12 летней давностью сейчас ситуация очень благоприятная. Татьяна Сергеевна, ну вот сейчас у нас, как мы уже сказали с вами, то, что коронавирусная инфекция, потихоньку вот наша борьба приносит плоды с этой инфекцией. И потихоньку мы входим в нормальное русло такое. Скажите, пожалуйста, вот диспансеризация, она сейчас возвращается, да. Будет, сейчас ей все больше будут уделять внимание, да, и сейчас в полной мере будут объемы все эти проходить, диспансеризация. Как основной рычаг, вот выявление, в том числе и почной патологии, это же тоже очень важный, да, очень важный момент. Вот как вы считаете, вот вообще диспансеризация, она очень будет помогать, как и раньше, да, вот выявлению именно заболевания мочеводящих путей? Конечно, единственное, только я очень убедительно хотела бы обратить внимание кардиологов, терапевтов, эндокринологов. То есть у русских специалистов, да? Ну и терапевтов в первую очередь. Ну терапевты, конечно, первую очередь. Да, потому что не во всех районах области есть кардиологи, есть эндокринологи. Да, эту функцию на себя в какой степени берут терапевты, да. Поэтому у пациентов, у такой категории, обязательно надо брать креатинины. До сих пор встречаются пациенты запущенные, то есть попадают к нам с креатинином, я не буду говорить эти цифры, потому что они очень страшные. То есть пациент с известным диагнозом, с сахарным диабетом, попадает в крайне тяжелом состоянии. А на деле креатинин не брался ни разу. И такое бывает. Поэтому хотелось бы обратить внимание, чтобы эти показатели собирались. Они практически есть в каждом районе города, в каждом районе области. То есть особого, как бы сказать, большого финансового вложения нет и не потребуется. Да, здесь больших затрат же нет абсолютно, да. А результат налиц. А человек спасен. Да. В результате, да. И потом вот этот анализ, он же тоже в динамике же смотрится потом. Конечно, он должен быть. Это же важно, чтобы на первой стадии тоже обследование было взято. Его отследить, взять, то есть когда в первый раз у пациента все-таки было повышение. А дальше мы смотрим динамику. Было повышение. Оценил терапевт скорость клубочковой фильтрации. Отправил на прием к нефрологу за рекомендациями. Все, нефролог расписал все рекомендации на амбулаторный этап. И следующую явку определил. Татьяна Сергеевна, у нас очень много делается в плане борьбы с онкологией. У нас в регионе вообще-то и под кураторством губернатора, да, все это на контроле держится. Потому что на самом деле хочется, чтобы действительно онкология выявлялась на первой, на второй стадии. Вот онкология именно почек, да, вот часто бессимптомно протекает, да. Вот как все-таки можно, ну, поймать это, диагностировать, чтобы на ранних стадиях это все. Вот как, вот ваше мнение просто, как главному нефрологу. Очень сложно диагностировать на ранних стадиях патологию именно, например, ЦР почки, рак почки. Он молчит. То есть он может себя ничем не проявлять. Но может и злокачественные гипертензии проявлять. Хотелось бы, конечно, по возможности, чтобы пациенты, и даже если вас не направляет специалист, нет показаний, для себя раз в два года хотя бы делать УЗИ почек. То есть на УЗИ видно это образование, виден кровоток. То есть если достаточно сильно воскулиризировано это образование, размеры больше трех сантиметров, то есть УЗИ уже нацелит пациента, что надо дальше обследоваться, надо отправиться к специалисту, и возможно проведение уже дальнейшего обследования с учетом рекомендации УЗКО-специалиста. А вот из вашего опыта, вот наследственный или генетический фактор имеет какую-то роль? То есть вот может человек все-таки насторожить, если у него кого-то там в семье онкология, вот в области почек, это тоже может отслеживаться такая тенденция? Да, вот буквально недавно была пациентка, которая никогда ничего, жалоб не предъявляла, а упала с трамвая. То есть травма была? Была травма. И стала обследоваться, стала обследоваться, и нашли метастазы в кости грудной клетки. А первоисточник? А первоисточник оказалась почка. Пациентка трудоспособная, не пенсионного возраста абсолютно. То есть как находка. А стадия уже с метастазами. То есть самостоятельно хотелось бы, чтобы пациенты даже по возможности, может быть, самостоятельно где-то, если нет показаний, иногда вот такое бывает, но нет никаких показаний, врач не может направить, может быть, самостоятельно где-то обратиться. Ну все-таки вот опять, да, конечно, такой случай. Но вот диспансеризация, опять хочу к этой теме вернуться, да, все-таки вот это, наверное, тоже один из основных рычагов, да, вот поиска вот этой патологии мочеводящих путей тоже, да. Тем более диспансеризация сейчас ежегодно, можно проходить, пожалуйста, да, то есть. То есть и медики, мы только будем рады, если человек самостоятельно к нам приходит. Конечно, мы будем вызывать, будем обязательно оповещать о том, что проходит диспансеризация. И это и смс-рассылка, да, и, значит, и обзвон пациентов и так далее. То есть и каждый терапевт знает свой участок, у него есть паспорт участка и так далее. Он всех знает своих, значит, жителей своего участка прикрепленного, да. Вот, но ведь из 1800 человек на участке, да, в среднем, ну, должно быть минимум 800 человек на диспансерном учете даже, да, с разной патологией, и в том числе с почечной в это должно количество тоже входить, правильно? Мало того, найти этот диагноз, а еще и потом диспансер наблюдать человека, это же тоже важно. Давайте об этом скажем. Да, очень важно. И хотелось бы отметить, что действительно иногда со стороны врачей идет, то есть готовы пациента принять, готовы его взять на диспансерное обследование, пациенты не хотят. Есть и такая категория. Да, поэтому хотелось бы обратиться к пациентам, чтобы, если вот вас приглашают на диспансеризацию, ни в коем разе не будьте против, а воспримите это как заботу о вашем здоровье, придите, обследуйтесь, спокойной душой и совестью уже отправьтесь домой. Конечно. Ну, хочется тоже, чтобы было доверие, да, к нам, к медикам, к людям в белых халатах. Мы же все вместе в одной команде каждый день вот своим трудом пытаемся доказать свою значимость, свой опыт именно на пользу людям. Поэтому, конечно, это вот хочется, чтобы люди... Если человек сам не захочет, никто не сможет его застать. Поэтому мы каждый раз из программы в программу об этом говорим, что человек должен сам заботиться о своем здоровье, да? То есть ваше здоровье в ваших руках. А мы медики всегда рядом, мы всегда вам поможем, поэтому вот об этом надо помнить. Ну и Татьяна Сергеевна, может быть, в заключении программы какие-то такие добрые советы нашим телезрителям, ну и вообще всем нашим зрителям? Хотелось бы, чтобы в условиях сложившейся эпитообстановки, хоть она у нас и разрешается, чтобы было больше позитива, положительных каких-то ноток, моментов, чтобы не забывали о своих близких, нуждающихся в помощи, и были все-таки более, наверное, оптимистичными. Мне вот так вот хотелось бы сказать. Спасибо большое. Вот. То есть всем нам оптимизм. Оптимизм, да. Спасибо большое. Ну вот, такой сегодня у нас интересный разговор получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч.